На очереди первая тема нашей программы. Правительство страны установило предельную долю иностранных работников на 2020 год. Нормативы устанавливаются по отраслям и по регионам, то есть цифры в субъектах федерации отличаются. Как, например, возьмем сферу строительства. Здесь допустимая доля рабочих иностранцев сохранена на уровне этого года 80%. За исключением Бурятии, Амурской области, Москвы и Дагестана там свои нормы. А в нынешнем году эта норма не распространяется на территорию нашего региона, а также Амурской области и Москвы. В постановлении правительства отмечается, что регулирование допустимой доли иностранной рабочей силы должно проходить с учетом региональных особенностей и важности трудоустройства граждан России в приоритетном порядке. Но, кстати, по итогам этого года Россия, вероятно, примет самое большое число рабочей силы из других стран. Такие выводы сделали эксперты на основе данных Росстата. Миграционный прирост только с января по июль составил 153 912 человек. Это почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года. И это самый высокий показатель за последние 10 лет. У такого резкого роста три основные причины. Во-первых, это переход на новые формы отчетности. Теперь МВД передает в Росстат. МВД передает, Росстат обрабатывает более полную информацию. Вторая причина. Больше мигрантов стали получать временную регистрацию. Число выросло почти в полтора раза. Ну и третья причина в том, что численность выбывающих мигрантов постепенно снижается, а численность прибывающих увеличивается. Если смотреть на общероссийскую картину, то подавляющее число мигрантов – это жители стран СНГ. Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении. Среди стран дальнего зарубежья к нам охотнее всего едут из Китая, Сербии, Сирии. Самые привлекательные для мигрантов сферы деятельности – это строительство, сфера обслуживания, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство и ремонт. Какова картина в нашем регионе? Обсудим прямо сейчас в студии Алексей Саренков, заместитель начальника отдела трудовой миграции Комитета по труду и занятости населения правительства края. Доброе утро. Алексей Александрович, доброе утро. Как много трудовых мигрантов в Хабаровском крае и растет ли их число? Если вот исходить из опыта последних лет, то ежегодно в край приезжают где-то в районе 24 тысяч трудовых мигрантов. И на будущий год, в принципе, картина примерно ожидается на том же уровне будет их количество. 70%, более 70% едут в основном, как вы сказали уже правильно, совершенно верные страны СНГ. И около 30% это дальние зарубежья. Зачем в краю трудовые мигранты? Какова их роль вообще? Причина очень простая на самом деле. Это отсутствие возможности удовлетворить кадровую потребность работодателя за счет местных трудовых ресурсов. То есть это либо полное отсутствие специалистов на рынке труда, либо низкая привлекательность рабочих мест для местного населения в силу различных причин. Будь то удаленность от места проживания, сезонный характер работы, недовольство какими-то условиями, жилищного обустройства и так далее. Всех ли удается поставить на учет? Потому что мне кажется, что в последнее время практически во всех сферах уже, кроме высокотехнологичных, мы видим людей из ближнего зарубежья. Но явно не с российским паспортом. Речь идет о нелегалах, я так понимаю. Ну, в том числе, да. Но, безусловно, нелегалы есть. Но большая часть все-таки, конечно, у нас находится здесь. Все-таки стоят на учете. Работодатели уведомляют о привлечении, заключении трудового договора. Чаще всего переезжают одиночки или, может быть, это целые семьи? Если мы говорим о тех, кто едет сюда с целью осуществления трудовой деятельности, то есть по разрешению на работу, по патенту, это, конечно, в основном приезжают одиночки. Если мы будем говорить о программе переселения соотечественников, то есть о людях, которые едут сюда с расчетом на постоянное обустройство здесь, там больше семейных, конечно. Там ведь на каждого члена семьи положены выплаты. Там на каждого члена семьи выплаты, на участников. Давайте еще раз уточним, откуда приезжают мигранты. Ну, как уже сказали, это большая часть страны СНГ. Это Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения и так далее. И по дальнему зарубежию большая часть из Китая, Вьетнама, ну и там единичная Малайзия, Таиланд, Турция, Индонезия. Удается ли их задействовать не только в каких-то рабочих специальностях, но и все-таки в высокотехнологичных, потому что я понимаю, что у нас не хватает работников в медицине, например, там, может быть, каких-то таких машиностроений? Если будем говорить о тех, кто едет из дальнего зарубежья, это едут в основном все-таки квалифицированные специалисты. То есть даже испанец? Вплоть до руководителей предприятий. В каких сферах вообще заняты в городе? Ну, большая часть занята в строительстве. Потом у нас идет торговля, лесопереработка, лесоперерабатывающее производство. А есть ли какие-то отрасли, в которых нельзя работать мигрантом? Есть, да, есть как полный запрет на осуществление, например, розничной торговли лекарственными препаратами. И есть, как вы уже сказали, допустимая доля от числа работников по отрасли в строительстве. Она вот на сегодняшний день 80%, сельское хозяйство 50%, транспорт 26%. А в каждом регионе свои запреты на трудоустройство в каких-то определенных областях? Потому что в Приморье вы пытались запретить, например, работать мигрантом на общественном транспорте? Ну, у региона есть полномочия, да, по установлению как допустимой доли, так и полного запрета. В Хабаровском крае таких запретов на транспорт пока не рассматривают? На транспорт пока нет. А вот каким образом происходит привлечение трудовых мигрантов? Они едут уже на конкретное, то есть рабочее место, конкретным работодателям? Или просто приезжают и уже здесь ищут работу? Работники из дальнего зарубежья, они едут к конкретному работодателю на конкретные рабочие места. Это как раз-таки высококвалифицированные специалисты, да? Ну, да. Им выдается разрешение на работу. Мигранты из стран СНГ, они либо приобретают здесь патент, в котором также прописана профессия, по которой он может здесь работать, и либо они трудоустроиваются на основании разрешения на временное проживание и вида на жительство. Есть еще у нас страны Евразийского экономического союза, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан. Вот у них вообще упрощенный порядок въезда. Алексей Александрович, а вот несут ли работодатели какую-то ответственность за мигрантов, которые работают на них? Да, по визовом порядке, для мигрантов, которые визовом порядке сюда приезжают, работодатель должен их обеспечить жильем и приобрести медицинскую страховку. Вот также по тем, кто приобретает патент, то есть по странам СНГ, да, он должен в трехдневный срок уведомить соответствующее подразделение МВД о том, что он заключает трудовой договор. А если, например, у мигрантов был нанесен какой-то ущерб? Ну вот конкретный пример, водитель автобуса, да, врезается в дорогой внедорожник, на автобусе логотип компании, в которой он работает, да, мигрант может уехать, но все-таки работодатель будет ли отвечать тогда вот по таким моментам? Ну тут в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть. Вот хотелось бы уточнить еще, какие требования предъявляются к трудовым мигрантам? Может быть это знание языка, может быть это законы? У нас все работники, которые привлекаются из зарубежья, они, значит, обязаны сдать экзамен, за исключением, вот как я говорил уже, страны Евразийского экономического союза, да, они обязаны сдать экзамен на знание языка, на знание основ законодательства и истории страны. Что касается социальной обеспечения, да, для семей, для детей, то есть там поликлиники, детские сады, какие гарантии они имеют? Что касается поликлиник, они, работодатель для визового порядка приобретает полис медицинского страхования, те, кто приезжают сюда по патенту или работают по РВП, они решают эти проблемы самостоятельно, то есть по медицинскому обслуживанию. Ну а детские сады, школы там на общих основаниях все, то есть льгот никаких там нет, конечно. А вот насколько вообще наш край нуждается в трудовых мигрантах? Да, вот подытожить хотелось бы. Ну, на сегодняшний день, если возьмем, да, дальние зарубежья, квота определена, вот, 10 тысяч человек на этот год, заполнена она на 38%, то есть, соответственно, она будет корректироваться, в данном случае, в меньшую сторону. То есть не складывается ситуация, что наши рабочие места занимают мигранты? Нет, у нас в первую очередь, у нас приоритет, конечно, по трудоустройству российских граждан, то есть работодатель подает вакансии в Центр занятости, Центр занятости подбирает работников, только в случае отсутствия соответствующих специалистов в Хабаровском крае привлекаются иностранные работники. Алексей Александрович, вам большое спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. У нас в гостях был Алексей Сыренков, замначальника отдела трудовой миграции комитета по труду и занятости населения правительства края. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok